Соглашение, скорее всего, закрепило то реальное взаимодействие, которое уже существует на протяжении нескольких лет между Федеральной Академией повышения квалификации, между Алтайским краем и в лице Главного управления образованием молодежной политики, и в лице Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. Это, скорее всего, рамочное соглашение, в котором закреплены направления взаимодействия, а взаимодействие связано как с совместным обсуждением грядущих разных по направлениям изменений в системе образования, так и обмен слушателями, в первую очередь даже преподавателями. Помимо этого, это совместная экспертиза перекрестная программ дополнительного профессионального образования, проведение совместных мероприятий и иные формы, которые уже могут возникнуть, исходя из конкретного предмета взаимодействия. Поэтому, с этой точки зрения, заключенное сегодня соглашение, оно стало основой для дальнейшего обсуждения уже конкретных направлений. Часть этих направлений, она сейчас понятна, это и внедрение профессионального стандарта педагога, это и усиление неких универсальных контрольных, оценочных, аттестационных материалов в системе дополнительного профессионального образования, это обсуждение вопросов, как результаты единого государственного экзамена и других процедур промежуточной итоговой аттестации школьников, должны и могут учитываться в корректировке и модернизации системы дополнительного профессионального образования. В первую очередь института краевого, но помимо этого намечается взаимодействие и с педагогическим университетом, и с классическим университетом, и с конкретными сетевыми структурами школ в зависимости от конкретного содержания и конкретного проекта. Поскольку в рамках реализации конкретных тематических направлений уже ранее мы взаимодействовали в разном формате с представителями комплексной системы образования Алтайского края. Тут если начать с обратной стороны, в чем проявляется лидерство. Лидерство проявляется не только и не столько в каких-то конкретных показателях результативности, оно проявляется в том, что представители Алтайского края и в первую очередь представители краевого института повышения квалификации являются участниками рабочих групп общефедерального уровня, которые готовят изменения в целом в системе образования. Это как раз знак, демонстрирующий лидерские позиции. В большей степени, чем конкретное сравнение цифр по показателям в крае, в сравнении с другими субъектами или в сравнении со среднероссийскими. А сами позиции лидирующие, ну, обо всем мне сказать сложно. Я могу сказать, что вот в той части, которая касается участия региона в общей федеральной целевой программе развития образования, оно проявлялось в том, что на протяжении всех пяти лет реализации федеральной целевой программы, которая вот сейчас завершается, в 2015 году край являлся победителем отбора субъектов на получение субсидий, связанных с внедрением инноваций в области общего образования, дошкольного образования. Это является показателем лидирующих позиций, а само участие и сама реализация этих проектов, она еще больше эти лидерские позиции закрепила, что в том числе проявлялось и в самих условиях получения субсидий, поскольку сюда к вам должны и могли приехать представители других субъектов Российской Федерации, для того, чтобы почерпнуть ваш опыт, который тем самым уже заявлялся как один из лучших. И эти позиции в результате были закреплены, я думаю, что это позволит и в рамках наступающей, вот начинающейся программы, федеральной целевой программы развития образования, которая рассчитана с 2016 до 2020 года, в ней предусматриваются уже другие акценты, но в не меньшей степени можно ожидать, что Алтайский край сможет использовать весь накопленный опыт в том, чтобы и в новых условиях, в рамках новых правил по новым направлениям сохранить лидирующие позиции. Ну, роль АКИП КРО заключается в том, что уже по названию, являясь организацией, занимающейся повышением квалификации и профессиональным развитием, на самом деле организация уже носит некую функцию конституционно-экспертного центра по внедрению самых разных новаций в системе образования, и тем самым является, во-первых, опорой для главного управления краевого, с другой стороны, участником сетевого взаимодействия общероссийского, в рамках которого обсуждается не только то, что уже обрело норму документа и форму документа, а обсуждается, что еще более важно, те изменения, которые только ожидаются, и в этом случае Алтайский край оказывается гораздо более подготовленным к грядущим изменениям, и в этом немаловажная роль именно АКИП КРО. Тут можно сказать, что, с одной стороны, эта роль ключевая, поскольку в рамках непрерывного образования, образования в течение всей жизни, по сроку большая часть жизни человека, она связана не с образованием школьным, не с образованием в УЗИ, а именно с периодом повышения квалификации, и поэтому все то, что было недоделано, недосформировано на предыдущих этапах, все это становится предметом забот и работ системы дополнительного профессионального образования. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас уже признается, что, например, ученик учится не только в школе, но и во всем, как бы, социуме, в разных представлениях. Это и музеи, и театры, и улица, и средства массовой информации. И при таком многообразии источников информации возникает новая и очень важная сейчас функция интегратора и координатора, который должен стать учитель. Вот обучение такой функции возможно тоже только таким же интегратором. И организации дополнительного профессионального образования сейчас и становятся все больше и больше именно такими интеграторами, результат деятельности которых является не только количество курсов повышения квалификации, а постоянная конституционная и экспертная поддержка учителей, с одной стороны, помимо учителей, родителей, помимо учителей, родителей, представителей органов управления образованием не в соответствии с заданием, а в соответствии с постоянно возникающими новыми информационными поводами, новыми темами, которые должны быть интегрированы в единую систему, то, что называется, в голове каждого учителя. Вот это невозможно сделать только в рамках периодически раз в три года проходящих, например, курсов повышения квалификации. Это может делать только сам учитель, сам педагог по отношению к самому себе, но ему нужен в этом помощник, некий навигатор, интегратор, подсказчик, которым и может быть институт повышения квалификации. Вот Институт повышения квалификации и развития профессионального работника образования Алтайского края уже сейчас и является таким центром. И с этой точки зрения он свое название перерос. Сейчас намечаются шаги, связанные с тем, чтобы расширить круг тех представителей общественных структур, которые могли бы полноценно участвовать не только в формировании содержания, но и в оценке результатов образовательной деятельности, в том числе и деятельности организации дополнительного профессионального педагогического образования. Сейчас намечаются шаги, направленные на то, чтобы разработать систему, позволяющую более независимо проводить оценку реальных приращений квалификаций у слушателей курсов повышения квалификации. С одной стороны. С другой стороны, такая внешняя оценка будет определенной характеристикой деятельности самих организаций, дополнительного профессионального образования сотрудников таких организаций. В системе образования так завелось, что зачастую представителями общественности в рамках государственно-общественного характера управления образованием являются тоже представители образования, зачастую тоже государственных, муниципальных образовательных структур. Но уже в новом качестве, не в качестве исполнителя или формального руководителя, а в качестве некого внешнего эксперта. И вот с этой точки зрения, чтобы в целом в Российской Федерации нам выйти на общероссийское образовательное пространство, необходимо каждому выступать не только в качестве собственного профессионального специалиста, но и в качестве помощника и эксперта для других образовательных структур. Вот в этом видится расширение горизонтального взаимодействия между различными образовательными организациями, различных субъектов Российской Федерации в целях взаимовыгодной помощи в чем-то критике, в чем-то обмена лучшими практиками. И тогда действительно сама система государственно-общественного управления будет наполнена еще большим содержанием.